база это база всем привет меня зовут адельина и сегодня я в укулеле центре и не одна а со мной популярный блогер даша кирпич яханты вою я сегодня мне очень привычном для себя формате пришла в гость к укулеле-центр, чтобы рассказать про свою жизнь былую бытовую, поделиться своим опытом и как я к этому пришла, к этой славе и знаменитости. Мы здесь собрались не просто так. У Даши вышла подписная укулеле вместе с брендом Flight. Сегодня в укулеле-центре будет мастер-класс и встреча с фанатами, с подписчиками. Сначала перейдем к вопросам, которые у нас есть к Даре. Да. Расскажи, пожалуйста, о себе для тех зрителей, которые не знакомы с твоим творчеством. Меня зовут Дарья Кирпич, я видеоблогерка и по совместительству учительница музыки. Я веду свой YouTube-канал и TikTok-канал, который занимает первое место в русскоязычном укулеле-комьюнити вообще по СНГ и в России. Что рассказать-то, собственно? Давай расскажи, нам всем интересно, как вообще ты начала играть на укулеле? Когда это было и как это произошло? Это был 2013 год, как помню. У меня тогда появилась, вот сейчас для всех будет шок, гитара. Но погодите, погодите расстраиваться, сейчас будет дальше история. У меня появилась гитара, я начала на ней играть. Я была безумной фанаткой группы Noize MC. Я до сих пор его слушаю. Научилась играть по каким-то туториалам, много вступлений к его песням. Я не знаю, я не знала, что такое табы, я просто нашла какие-то аккорды, связки аккордов и вот такая Ай, на-не, надо играть. Играла. Не было цели. Для чего я играю на гитаре? Потому что тогда было популярно, где вот как раз я с теми друзьями, с людьми, с которыми общалась, они играли на гитаре, это ко мне тоже надо, хотя я до этого играла на фрутпиано. И как-то что-то так пошло, не совсем я поняла, что вот нету этого отклика, дорогие друзья, товарищи, вот бывает ли у вас такое? Напишите в комментариях. Я понимаю, блогерские штучки. Вот вы увидели инструмент, вы понимаете, что это ваше. Не важно, вот какая-то конкретная модель инструмента, или там поиграли на рояле, поиграли там на гитаре, на флете, или и так далее. И вы понимаете, что это ваш инструмент. У меня произошло с гитарой, что я понимаю, но мне не нравится. I don't like it. Тогда, это уже был 14-й год, 14-15-й, как раз рассвет у ютуберов, там Лизка, Ларя начали вот играть, да, на укулельке. Я такая, о! И у меня еще реклама вот эта таргетированная выходит, когда ты в Яндексе листаешь, ты такая, что это такое? Это казалось укулелькой. А у меня как раз вот так совпало, я вам сейчас серьезно не привлечиваю. У меня день рождения 19-го апреля, а там перед днем рождения такая у меня брат, сейчас старая часть, я говорю, Саша, Саша зовут? Саша, я знаю, что я хочу себе нет в день рождения. И так, да, вот мы получается, у меня появилась первая укулелька моя. Это была сопранка, не очень удобная, я не так на ней долго играла. То есть я с 2014-го года начала играть, я там играла какие-то аккорды самые простые, ну, самая база. Это база. Это база. Это вот база. Но тогда не было столько много разборов на Ютьюбе, в ТикТоке, в Инстаграме, именно на укулеле тематику. То есть приходилось где-то искать. Я поняла, почему мне не возглавить этот момент? Это реально спонтанно получилось, что я начала вести Ютьюб. И вот, получается, с 2014-го года я играю. Да, был момент, когда я не играла, у меня укулеле просто лежало там где-то на столе или в чехле. И потом-то я поняла, что в этом-то есть что-то интересное. Интересное можно звучание найти вот сейчас. На данный момент я более углубленно изучаю этот инструмент. И преподаю вам его тоже. Спасибо большое за такой подробный ответ. А скажи, пожалуйста, какие у тебя в дальнейшем планы на развитие, может быть, твоего блога или начало концертной деятельности какой-нибудь? Чем ты планируешь еще заниматься? Ну, ты, конечно, концертные деятельности так загнула. У меня есть идея, идея Икс, чем могу заняться дальше. То есть на данный момент у меня есть Ютьюб очень хорошо, смотрят. ТикТоки тоже хорошо смотрят. Сейчас, я думаю, нужно выйти на новую планку и создать свой курс. То есть свой укулеле-курс, прям подробный, без лишней воды, как вы любите. Смотреть мои ролики с всякими смешинками, например, чтобы там было. Вот это я хочу сделать. То есть выйти на новый уровень, чтобы еще лучше вас обучать. Структурировано самое главное, что вам не приходилось ждать там раз в неделю какой-то видосик. Сразу такой бац, там пласт. Тема такая-то на укулельке. Ну вот у меня такая идея есть. Хочу выпустить, ну или придумать для начала, да, а то есть все идеи и идеи. Некую такую тетрадочку, может быть, как учебник. У меня есть сборник уже, укулеле-сборник, укулеле-по-шагам. Но это немножко другое, то есть что-то такое интерактивчик охота делать с вами, вот как мы с вами взаимодействовали. Ну такие только планы, да. То есть тебе, получается, нравится именно преподавать? Как оказалось, да. У меня есть педагогическое образование, по образованию я учитель музыки в детском саду и в школе. Прям я могу учить там учителя, всякие песенки с вами петь с учениками. Но я поняла, что я могу преподавать, но немножко на другом уровне, там, в интернете. Вот кто же знал несколько лет назад, что, оказывается, такое тоже существует, да, такое тоже возможно. Да, мне нравится, мне нравится объяснять, мне нравится разжевывать без лишней воды, что вот это... На самом деле музыка, ну, какая-то базовая музыка, база, которую можно начать, чтобы тебе приносило еще удовольствие, она довольно-таки проста. Просто в музыкальных школах нам говорят другое совершенно. Типа, вот тебе нужно знать Терню, да, тебе там нужно знать вот Антон, Плутон, без этого никуда. По факту, для того, чтобы играть для себя, петь песенки и радоваться жизни, не нужно этого знать. Тут скорее у меня больше мотивация идет. Мотивация к чему-то, к какому-то обучению музыкальному, например. Ну, мне нравится действительно, я обожаю вот эти видосики, пересматривать. Я не знаю, у тебя бывает такое, ты пересмотришь свои обучения? Боже мой, как круто! Я тоже себя так хвали, ну, мне реально нравится. У меня есть такая штука. Я монтирую видос, ну, неважно куда, любой свой канал. И даю ему время, как бы, посидеть, подождать. Спустя пару дней я захожу, пересматриваю его, понимаю, что, угу, хорошо, если я с новыми знаниями, с новыми мозгами поняла, о чем я говорю, супер, значит, это хорошее видео. Если нет, я его переделываю. То есть, или вставки какие-то, а быть, еще дополнительные вставляю. Ну, чтобы вам было понятно. Расскажи, пожалуйста, как ты стала артистом бренда Укулеле Флайт? Это был уже 18 на тот момент год. Мне написали во ВКонтакте. Представляете? Тогда я еще сидела во ВКонтакте. Сейчас, мне кажется, вообще мало людей, кто сидит в ВКонтакте. Написали, говорят, вот, я представитель фирмы Флайт, мы хотим с вами сотрудничать. И я такая, ооо, ой, бог! Это мне? Это про меня? Это реально так было, отвечаю вам. Я такая, вау, такая честь для меня. Я тогда не знала, что еще есть люди. Я думала, это я одна такая известна. Мы стали сотрудничать. Потом это как-то все... Можно говорить, что это все подутихло? И потом, когда Инстаграм начали вести... Ладно, это... А что, а ты вообще до этого знала про Гранд Флайт? Да, я самостоятельно купила себе укулельку-концерт Флайт, вот, на которой такая облепленная старая, олдовщина моя знает, помнит. Сейчас она до сих пор жива. Я редко на ней сейчас играю, но она вот есть. Я ее покупала за свои деньги. Я тогда копила. Я тогда работала специально, чтобы купить эту укулельку с подключениями. Это самое мое лучшее вложение, между прочим. Вот ты представляешь? Один раз купила, а потом ты... Ах, как все закрутило, завертелось-то. А потом я начала такая... Думаю, нужно везде, чтобы меня знали. И пошла немножко еще в Инстаграм свои ручки закидывать. Правда, я думаю, надо еще вести Инстаграм. И потом я увидела в рекомендациях... Там в Инстаграме же высвечивается, когда ты на кого-то подписался. Инстаграм понимает, что, походу, вы там знакомы. И мне вышел вот этот вот укулеле Раша. Я такая, аааа, мы же с вами сотрудничаем. И вот. И тогда уже началась вот эта заварушка. Вот сейчас что имеем? Репосты, всяких сторисов, упоминания, посты про артистов. Тогда я побольше со всеми закорешилась, если это так можно назвать. То есть я познакомилась еще с другими людьми. И я до этого вообще не знала, что, оказывается, нас так много. Правда. Я думала, что там пару-тройку человек. А оказалось, что вот какая огромная, большая команда. Да, целая комьюнити у нас. А теперь расскажи нам, пожалуйста, про свою акулеле, которую ты выпустила совместно с Flight. Тут, на самом деле, целая история. Когда я начала уже играть на инструментах Flight, думаю, ой, круто. И потом увидела, что Швеция Леона выпустила свою подписную акулельку. Думаю, ну, может быть, когда-то, Даша, когда ты вырастешь, станешь взрослой, ты тоже выпустишь свою акулельку. И в один прекрасный летний вечер мне пишет Flight и говорит, Даша, давай заколабимся. Это правда. Не смотри на меня так. Я говорю, типа, давай мы сделаем совместно нашу акулельку. Я такая, со мной? Flight со мной? Я думаю, так, окей, надо сделать как-то интересно, мемно, красиво. Ну, а что же мне тут изображать-то? У меня есть моя иллюстраторка, которая рисует мне все баннеры, все аватарки, в общем, у всех с моих соцсетях, что нарисовано, рисует она. Я говорю, Наташа, тут такая вот проблема, о чем мне показать на акулельке? Я начала думать, я спросила у всех, у подписчиков, между прочим, я просто это так немножко в виде прогрева спросила, вот чтобы, если бы вы выпустили акулельку, чтобы на ней было изображено. И многие начали говорить, типа, вот акула, есть же такой мем, а сейчас немножечко история, почему, откуда вообще акула и акулеле. Многие новички, ну или ваши родители, купили вам инструмент укулеле, всегда коверкают, говорят, о, это что там, на акулеле играешь? Там, о, это балалайка, я такая, шах и мат, чтобы нужно не бороться со злом, а примкнуть к нему. Я думаю, ну можно увидеть в зайцев сразу, типа, вот выпустить укулеле, акулеле. Понимаешь, какая заварушка-то, а? Think about, think about. И вот мы придумали дизайн, акулелечка, тут такая акулочка, тут звездочки, эти бусинки, на самом деле это не просто точки, это якобы бисер от моего Russian Cartier, вот давайте вам покажу. У меня просто было на досуге хобби, мое любимое, я всякие плету там фенечки, колечки, между прочим, сама все плела. И, в общем, вот это, это бисеринки такие. Вот такой вот чудесный, милый дизайн получился. То есть я сейчас всем говорю, что это не просто укулеле, да? Укулеле много, вот у меня там штук 8 обычных укулелей. У меня 10, да? Ну такая юбилечка, а это акулеле, это не просто инструмент, который очередно, это акулеле. Я думаю, что таким мемом мы сможем преодолеть вот это зло, что все называют родители и родственники, что вы играете на акулеле. Да, играете, вот тут все подписано. В этом году ты приезжала в Москву на укулеле-фестиваль. Расскажи нам, пожалуйста, о своих впечатлениях, что ты вообще думаешь о данном мероприятии. Приедешь ли ты в следующем году на Укафест? Если позовут, приеду. Позовут обязательно. Ну ладно, тогда приеду. На самом деле, это очень интересный experience для такого человека, как я, который делал все в интернете. То есть это проходило вживую. Я прям приехала с Питера, ножками дочапала. Понимаете, это немножко другие ощущения, когда вы видите вживую человека, с которым мы давно знакомы, заочно там познакомились вживую. Да, мы с Адалиной познакомились, мы до этого столько лет общались, и тут бац, типа, А, Адалина, привет, ты вживая, и можно тебя пошел туда. И это действительно немножко другой левел в плане вашего комьюнити, внутри комьюнити, я понимаю, немножко тавтологично звучит, но вы, наверное, понимаете, у меня уже люди умные. Но еще после того, как я приехала обратно к себе домой, у меня такой был прям motivation. Вот серьезно. Я начала писать аранжировки до этого, мне очень сложно давалось написание аранжировок, но вот после этого Укафеста, когда я посмотрела других исполнителей, посмотрела, кто как играет, разные техники. Вообще, в принципе, если вы выходите на какие-то музыкальные мероприятия, смотрите не просто на вот эту вот картинку, которую вы видите, да, здесь и сейчас, посмотрите, как этот человек играет. Это очень интересно. Вот сегодня на мастер-классе я как раз буду про это рассказывать. Так как если на следующий год будет все хорошо, и это будет опять в оффлайн мероприятии, то я обязательно приеду со своей акулелечкой. Я же на укулеле сейчас теперь играю, да? На акулеле. Да, и скажи, пожалуйста, какое напутствие, какой совет ты можешь дать зрителям, которые тебя сейчас смотрят? Яханты вы мои. Начало и конец все правильно. На самом деле, играйте то, что вам нравится. Слушайте музыку, которая нравится лично вам. Потому что проблема всех музыкальных школ, то, что вот я сама человек, который закончил музыкальную школу, мы играли. То, что мне задают по программе, вот то, что надо. Вот я думаю, зачем мне играть эти пьесы, зачем мне играть эти этюды? Вот надо. Так как инструмент укулелечка, он больше народный, то вы и можете играть хоть что. Любой жанр абсолютно. Главное, чтобы нравилось вам. Не слушайте никого, кто говорит, ой, это не, это всего лишь там, не знаю, детский инструмент. Здрасте. Если бы это был детский инструмент, я бы не выпустила такой инструмент, понимаете? На том, что вы играете, можно играть круто, можно играть клево. Главное, чтобы было желание. Я вас верю. Это типа, можешь блесточки потом поставить? Типа такие. Это типа, блесточки такие. Да. Все могут похлопать.